всем большой привет эту выпечку из слоеного теста знают многие и готовят многие по-разному это могут быть и спиральки это могут быть и полосочки а можно сделать и в виде печенья то есть вырубками для печенья сделать вот такую прекрасную закуску суть рецепта при этом не меняется слоеное тесто сверху присыпка из тонко порезанного бекона либо под черевика как у меня такое сало с прослойкой также я присыплю еще сыром не получается очень очень вкусная выпечка особенно когда она остынет хотя и сразу после приготовления это тоже вкусно у меня готовое бездрожжевое тесто вот такие формочки вырубки и ничего не делаю не раскатываю даже тесто не припыливаю мукой перед этим только порезала мелко бекон ну так скажем и натерла сыр и теперь вырезаю формочки и выкладываю печеньки на противень застеленный пергаментной бумагой мне не очень нравится качество этой бумаги что я купила поэтому и пергамент я слегка промазала растительным маслом но и это не помогло в конечном итоге когда печенье выпеклась то слегка прилипло неважно не суть суть в том что вырезаю нужные мне формочки выкладываю их и и вот это вот вся премудность премудрость рецепта это рецепт без рецепта тут особо делать нечего давно не пекла ничего особенного поэтому решила поиграться с формочками и еще я промазываю готовые вырубленные печенье белком лучше бы конечно это был желток но так как у меня оставалось а белок от другого рецепта я решила им воспользоваться после того как смазала каждую печенюшку выкладываю на поверхность сверху по несколько ломтиков мелко порезанного бекона стараюсь чтобы он попал в центр и так как у меня форме грибочков есть часть печенье я решила добавить вот порезать один шампиньон мелко предварительно его не подвергла никакой тепловой обработки изначально у меня была задумка порезать так такими слайсами пластом чтобы было видно что это гриб и выложить на шляпку но так как грибочки у меня довольно таки большие ну не получилось так сделать сейчас присыпаю сверху каждую печенюшку еще тертым сыром и на печенье с грибами тоже сверху присыпаю сыр ну а здесь еще по капельке белка такого сбитого он не сбитый до пены до крутой просто перемешанный чтобы было такое однородное состояние и еще уже для пущей такой вот интересного такого состояния и вкуса тоже слегка присыпаю нигелой или черным тмином очень люблю эту приправку особенно на выпечке она мне нравится а из обрезков из остатков тесто я их собрала в такой сначала в комок в колобок затем раскатала в пласт смазала тоже белком и оставшуюся начинку в виде бекона и грибов распределила и теперь скатываю рулетом с двух сторон с одной стороны теперь поворачиваю и скатываю к центру с другой стороны тоже рулетом возможно если бы начинка была бы более мелко порезана было бы удобней в том числе и разрезать было бы удобнее вот я попробовала таким ножом для сыра и начинка у меня вылезала наружу не совсем удобно поэтому я взяла обыкновенный нож острый достаточно и чуть-чуть чуть-чуть присыпала мукой чтобы легче удобнее было это дело резать но режу на такие вот небольшие печенюшки на такие вот кральки которые тоже разложу на противень на пергамент и буду также выпекать вот так вот и Субтитры сделал DimaTorzok А выпекаю эти закусочные печенья, либо слойки, как угодно можно их назвать, при температуре 180 градусов 25-30 минут до такого легкого загорелого золотистого цвета. Долго им не нужно. И, кстати, вот эти вот я присыпала просто кунжутом. Все, в духовку и ждем. Такая получилась красота. И смею вас заверить, что и вкусно очень. Такие, на один укус. Перекладываю вот, когда они чуть-чуть остыли, на тарелку. Ну, вот здесь видно качество бумаги. Какие-то печеньки отходят очень хорошо, а какие-то приходится приложить небольшое усилие. Но в любом случае бумага отстает и снимается. Очень вкусные получились слойки на один укус. Они замечательно подойдут в качестве закуски и к каким-то алкогольным напиткам, и в том числе и к безалкогольным напиткам. Вот очень хорошо, я думаю, что в тандеме с сырной тарелкой будут сочетаться эти небольшие слоечки. Такие вкусные, такие нежные, такие слоистые, замечательные. Вот такие очень эффектные закусочные печеньки у меня получились слоеные. Давайте попробуем. Такая слойка обыкновенная. Можно варьировать с начинками, добавлять еще сюда оливки, например. Присыпать паприкой или еще какими-то другими специями. Это будет очень замечательно и эффектно. С бокалом хорошего вина то, что надо. Всем желаю приятного аппетита и пусть ваш день будет обязательно добрым, независимо от всех обстоятельств, которые нас в жизни окружают. Пусть весь мир подождет.